Клубу Анжи. Он провел с этой командой зимние сборы, и вот что у него получилось. Несмотря на название «Гольф-отель» и даже несмотря на парня с клюшкой, в испанском Кампо Аморе в свое время побывали практически все клубы премьер-лиги. Правда, раньше этот отель имел пять звезд, теперь четыре. И это, надеюсь, никак не связано с российскими командами. Что касается условий подготовки, то, как всегда, для гостей самое лучшее, что есть. А есть два поля великолепного качества и кары для передвижения. На одном из них неплохо ездит ЭТО. Этот директор по связам с общественностью Саша Удальцов создал аварийную ситуацию. В итоге решили обойтись без гаишников. То, что произошло в клубе после прилета из Испании, вряд ли кто предполагал. Я про футболистов. Поэтому дождемся официального понедельника, а мы просто расскажем, как команда готовилась в Испании. Сразу же о новичке Шатове, которого Анжи буквально вырвал у ЦСКА. Как говорит сам Олег, дело не в деньгах, а в отношении. В чем камень преткновения неизвестно. Но сейчас о ситуации не жалеет. Он игрок Анжи. Я не буду там углубляться насчет трансфера моего. Это дела президентов. Не то, что секреты, я не знаю. Но лично мои условия, они в копейку в копейку были одинаковые. Что здесь, что в Анжи прилагалось, что ЦСКА. И почему я сделал такой выбор, сам не могу себе объяснить. Мне никто и не отец не советовал, и не девушка любимая. Это просто мое мнение. Мой выбор, мое шестое чувство, где-то что-то внутри щелкнуло. Сейчас в номере идет принципиальный матч между Жирковым и Прудниковым. Рубятся в НХЛ. При счете 3-2 в пользу Жиркова приставка зависает. В аккурат, когда Прудников атаковал. Жир, что ты делаешь? Ну 3-3. А как, что ты выключил? Все видели? Широ. 3-3. В общем, пока разбирались, что и как, Жирков ушел на массаж. А с Саней поговорили о его атакующем тандеме с ЭТО. Пара Прудников ЭТО хорошая пара? Для меня или для него? Для него? Для него, я думаю, да. Да нет, я на самом деле не знаю. Ну, хотелось бы, чтобы какая-то пара именно с Прудниковым была. С ЭТО-то понятно, какая не будет. Она в любом случае, наверное, будет хорошая. Жирков, впрочем, далеко от нас не ушел. Обнаружили его на массажном столе. У Жиркова очень много вопросов бывает по анатомии, например. Какую мышцу ты сейчас меня массируешь, его можешь спросить? Партнежную. В процессе общения у массажиста команды спросили, легко ли Жирковым. Так, Гирбек Лоросима, у него вообще очень жесткие мышцы. После него, конечно, как-то, давайте сделать прям другим, чем ему. Жиркова нормальные, эластичные, мягкие мышцы. Ты особо не устаешь. Помимо огромного количества медикаментов, хоть аптеку открывай, в массажной, оказывается, есть и кафе «Вадима», в котором можно попить чай и съесть сладость. Но основное дагестанское блюдо здесь не подают. Аварский хейкал. Это в этом кафе? Вон, хорошее. Мое любимое блюдо, чтобы ребятам было хорошо. Если им хорошо, мне тоже хорошо. Можно узнать, это для чего? Это строго медицинская компресса. Откуда вы знаете? Нет, ну вот, это столичный, это бренд мировой. Куплен в личном магазине, никакого контрафарта. В Испании? По поводу инсинуации, чтобы их не было, поэтому я интересуюсь. Это водочные компрессы, которые используются для снятия отеков, синовита. Воспаление, да. Только для этого. Вот Юра не даст соврать. Тема противостояния жирков-прудников не завершена. На следующий день ребята вышли поиграть в теннис. У Саши опять ничего не получалось, поэтому великий и могучий русский язык звучал далеко за пределами отеля. Еще об одном споре о матчах тренерского штаба против административного. В первой игре администрация потерпела сокрушительное поражение, и поэтому на вторую игру заявили Роберто Карлоса. Тренеры тут же решили поменять рекламент. Вы Роберта взяли уже. Теперь давайте будем подстраиваться, как вы все хотите, да? Что, боитесь уже, что ли? Нет, вы боитесь! Вы видите, как нервничает Арсен Оливьевич? Нет! Лидер команды соперника. Лидер команды соперника. А что боитесь? Мы играли весь сбор дубайский, вот таким вором. Все, Дубай, Испания, две разные страны. Очень, молечу чемпиона мира в составе не спасло. Опять поражение очередное. Надо будет ЭТО на помощь звать. Поиграл, можно вещи на стирку бросить и ни о чем не беспокоиться. На утро все будет выстирано и поглажено. У каждого игрока на матч по 4 комплекта игровой формы. И конфуза, как было на игре Россия и Ирландия, произойти не может. Мы садимся на скамейку, и рядом с нами бывает наша сумочка. Мы полностью один человек. Футболки и запасные у нас с нами вместе. Чтобы как там сборная Ирландии или кто-то играл, не получилось так. Выходит он на поле, ему пишут фломастером или как на спине. А у нас с собой всегда рядом бывает. Второй администратор Адол Шурпаев отвечает за мячи и за остальные тренировочные инструменты. Так вот, каждый мяч должен быть надут до определенного размера. Атмосфера минимальная 0,8, максимальная единица. Зависит от тренировки? Нет, нет, нет. Вот в этих пределах, но в основном мы делаем 0,8. Это сами футболисты просят? И сами футболисты, но чем жестче мяч, тем болезненно головой принимать мяч. Красножан, который в течение двух сборов пытался донести до звезд свое видение, говорит, что его начали понимать. Это новый опыт, это новое испытание, это новое общение, это сравнение себя с теми европейскими тренерами, с которыми футболисты работали. И, естественно, есть вопросы, есть ответы. Но на сегодняшний день, в целом, если брать, то отношения нормальные, комфортные, отношения налаживаются. Судя по всему, процесс налаживался впустую. Но опять, повторюсь, дождемся понедельника. Коллектив, он в тяжелые времена проявляется. Когда все в тяжелые времена наступят, я думаю, 3-4 марта, когда начнется чемпионат, когда начнутся официальные игры, тогда уже видно будет, каковы у нас коллектив. Махачкалинский клуб в составе имеет большую группу доморощенных игроков. Самый опытный Шамиль Лахьялов. Он подтверждает, что в команде теплая атмосфера, но без треней не обходится. Ощущение коллектива, по словам Шамиля, обязательно придет во время официальных матчей. Ждать осталось недолго. Мурат Латибов, Катим Шахназаров, Футбол.ру, Испания. Не самые простые времена в ходе своей подготовки к возобновлению...